МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители сибирских городов задыхаются от пыли. Почему так происходит? И есть ли у сибиряков надежда когда-нибудь вздохнуть легко и свободно? Об этом говорим сегодня с гостем студии Денисом Шиховцевым, заместителем председателя общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области. Денис, здравствуйте. Первый вопрос естественный. Откуда у нас столько пыли? Здравствуйте. На самом деле у нас источников пыли несколько. Проблема эта стоит давно, и она весьма неоднозначна. У нас Сибирь, у нас достаточно длинная зима, и у нас ежегодно проводится содержание дорог и борьба с гололедом, специальными противогололедными смесями. У нас конкретно в Новосибирске, в Новосибирской области используется песко-соляная смесь. То есть вы хотите сказать, что пыль – это неизбежная расплата за шесть месяцев зимы? Отчасти это так. Естественно, не весь объем пыли появляется от песко-соляной смеси. Здесь можно проблему разделить на две части. Это качество самой песко-соляной смеси, качество песка и соли. И то, насколько тщательно и хорошо она удаляется с дорог общего пользования. Параметры смеси, которые задаются технической документацией, они как раз сделаны для того, чтобы а, реагенты хорошо работали, б, потом это было можно убрать. То есть чем меньше содержание поливатых, чем крупнее модуль песка, тем проще его убрать, и тем меньше он веется ветром и поднимается машинами. Как вы считаете, может Новосибирск зимой отказаться от смеси соли и песка в качестве средства обработки улиц? Я думаю, что это малореально по двум причинам. Первое. У нас по сравнению с теми городами, где пользуются чистыми реагентами, очень обильная по снегу зима. То есть опыт других городов северных, допустим, Финляндия, Швеция, там чистыми реагентами не содержат. Там разные методики, разные как бы у них способы содержания дорог. И немаловажный фактор – это финансирование зимнего содержания. Реагенты очень дорогие. И если в тех объемах, в которых потребуется их использовать, то я боюсь, что мы совсем за бюджет содержания дорог полностью вылетим. Что же делать для того, чтобы пыли не было? Есть какие-то механизмы, может быть, планы? Заниматься дальше повышением качества тех смесей, которые используются на дорогах. В этом году уже прошло первое заседание комиссии по закупке. Динамика будет дальше, жесткий контроль по соли будет. Там тоже есть нерастворимый остаток, который тоже дает пыль. В этом году будет пристальное внимание к этому. Более тщательно, более серьезно подходить к уборке, решать финансовые вопросы с уборкой, потому что в Новосибирске, по сути, нет специализированной техники, ее нужно закупать. А в принципе, муниципалитет обязан убрать после зимы весь песок и весной и летом бороться с пылью? Да, конечно, обязан. А каким образом? Это как-то регламентировано в правилах? Сколько раз? До какой степени чистоты? Здесь нужно разбираться, простыми словами, до полного удаления. То есть дорожное полотно должно быть чистым. Это в первую очередь, помимо тех негативных факторов, которые мы знаем, что у нас мы дышим этой пылью, что у нас у людей в глаза это попадает. Есть еще немаловажный момент – это безопасность дорожного движения. Если мы имеем грязную дорогу, даже если это асфальтобетонное покрытие, то, естественно, это опасно для движения. Неухоженные газоны и открытый грунт как-то влияют на ситуацию с пылью? Очень сильно влияют. Могу привести в пример города уровня Москвы. В центральных районах, в районах близких к центру практически нет открытых грунтов. И если они есть, то они, как правило, укреплены газонами. То есть шансов, что будет вымывание какой-то водой, дождевой, талой водой, очень-очень мало. В Новосибирске, к сожалению, только в самом-самом центре эти территории подконтрольны. На мой взгляд, процентов 30-40 загрязнений как раз от открытого грунта. Ну и нельзя исключать вывоз грунта с площадок на колесах транспорта. Город у нас строится очень динамично. Площадки эти работают и в центре, и в районах близких к центру. И этим тоже нужно заниматься и очень серьезно. Наладить жесткий контроль. На самом деле это ничего не стоит. Это просто работа чиновников и наших, так сказать, избранных товарищей. Если этим заняться вплотно, я думаю, что в течение одного, максимум двух лет можно разработать четкие, не нарушающие федеральные законы, свои нормативы. И заняться этим? Просто заняться. Штрафовать, наказывать, заниматься серьезной работой, потому что очень много. Прошу не забывать еще один момент упустил. Частного сектора в Новосибирске порядка 40% в площади города. Частный сектор у нас дорог с твердым покрытием практически не имеет. А те, что есть, они грунтовые. Весь этот грунт, всю эту пыль тоже выводят на дороги общего пользования. С этим бороться можно только очень серьезным подходом с финансированием. И вообще, в принципе, с программой по дорогам частного сектора. Пыль – это просто эстетическое неудобство. И необходимость несколько раз в день обувь протирать или чистить? Или все-таки она гораздо опаснее, чем может показаться? Намного опаснее, чем просто пыльные ботинки. К сожалению, есть неофициальная только статистика. Никто ее, я думаю, официально не даст. По заболеваниям верхних дыхательных путей. Это астма, это проблемы с легкими у людей. Есть печальная статистика, что в течение последних 10 лет этот показатель постоянно растет. Если сейчас с этим не бороться, то будут проблемы у наших детей, да и у нас, я думаю, с возрастом. Ну что ж, спасибо. Будем надеяться, что ситуация все-таки изменится. Еще раз напомню, гостем студии был Денис Шиховцев, заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области. Субтитры создавал DimaTorzok